Все, мы в первом автобусе. Ку-ку. Да? Мы в первом автобусе. Ночь такая на улице. Нас он там стоит, провожает, но их не мокнет. И мокнет под дождем, а мы не мокнем. Вот в автобусе сидим. И чайок нам сюда. Да? У меня фонарик светится. Мы ехали двумя автобусами. Это первый автобус. Сейчас мы проезжаем аэропорт Борисполь под Киевом. И на первый автобус цена 320 гривен. Мы заказывали билеты на Босфор. Босфор Юэй. И там как бы сразу мы оплачивали единую стоимость. Это было за двоих 4500 гривен. Ну, я округлила немножко. Там 4400 с чем-то. То есть 4,5 за двоих. Можно было найти дешевле по цене. Но так как мы покупали в последний день билеты. Поэтому мы как бы не искали уже самый дешевый вариант. А просто удобный, чтобы было добираться. Конечно, были также прямые маршруты. Но именно в тот день прямого маршрута с Харькова не было. То есть все были через Киев. В принципе, в автобусе было тепло. Сильно не топили, но тепло было. Хорошо откидывались сидения. Было все комфортно. Санузла не было внутри. Чай нам никто не предлагал. И резеток тоже не было. То есть, в принципе, обычный, удобный, неплохой автобус. Но повышенного комфорта в нем не было. На следующий автобус мы добирались на такси. За такси мы еще заплатили 200 гривен. Но, естественно, если бы мы вызывали через службу такси, это бы обошлось дешевле. Но мы взяли на вокзале, чтобы у нас было впритык там время. Чтобы доехать, загрузить чемоданы. В общем-то, мы заплатили 200, хотя просили 300. Договорились. И поехали на такси с одного вокзала автобусного на другой. Следующий автобус уже был у нас комфортабельный. Это наш второй автобус. Будем ехать им до города Брно. Он, в общем, какой-то, ну, обычно комфортабельный вип-автобус. Ждем сейчас еще нам полчаса до отправления. Быстренько мы доехали с первой на второй. С первого автобуса на второй. Уже погрузили багаж. Фух. Здесь был и чай, и кофе бесплатно. После каждой остановки также можно было заряжать телефоны. В общем, любые гаджеты, кроме ноутбука. Для ноутбука была всего лишь одна резетка возле водителя. Остальные были только через USB кабель зарядка. Есть санузел, то есть туалет в автобусе, который работает. Все в порядке. Туалет нормальный. Единственное, что не работал мы вальник, то есть не было воды. Останавливались на каждой заправке. Можно было там каждые 2-3 часа мы останавливались. И можно было пойти или в оплачиваемый туалет на заправке, или в бесплатный. И там же вымыть руки. Также был телевизор, на котором показывали фильмы. В данном случае был фильм «Мажор», которого мы в принципе всю дорогу смотрели. Ну и свои фильмы мы тоже смотрели, которые были на планшете. Также нам выдали одеяло и подушки. К каждой подушке была своя индивидуальная наволочка. Она новая и как бы одноразовая. Подушки были удобненькие. В принципе, стулья, ой, кресла были тоже удобные. Хорошо было на них спать, в общем. Топили очень сильно в автобусе. До границы, когда мы ехали, топили. Потом на границе, когда мы были, нет. И потом, когда отъехали от границы... Мы на границе. Сейчас где-то полвосьмого вечера, да? Да. Да, полвосьмого. Фух, доехали мы до границы, наконец-то. Вот наш автобусик, живенький. Это мы уже добрались до Чехии и зашли вниз. Это ЖД-станция. Здесь граффити. Все, в общем, как в Харькове. На табло мы выбрали свою электричку и поднялись наверх. И купили билетики на эту электричку. Билетики стоили 3 евро на двоих. На электричку до Бланска. Для вас прошло мгновение. Для нас уже больше, чем 30 часов. И мы приехали. Мы приехали. Мы приехали в Чехию. Что вообще хочу сказать. Конечно, автобусом ехать мне было, в принципе, нормально. Но, с другой стороны, это все-таки тяжело. Учитывая, что стоимость не намного ниже, чем, допустим, долететь самолетом. Тем более, что с конца марта у нас будет прямой самолет Харьков-Прага. И от Праги уже здесь полтора-два часа до Брно. Но с детьми я бы не рискнула, конечно, ехать 30, даже больше часов. Мы простояли на границе 6,5 часа. Так, все. Мы уже в городе Бланска. Это недалеко от Брно. Такой, в общем, этот поселок. Ну, деревня какая-то такая. Хорошая деревня. Да. Неплохая деревня. Деревушечка. Здесь сейчас мы будем заселяться в отель. И тут уже не так холодно, как у нас. Ну, так прохладно. Солнышко спряталось. Весно у нас очень холодно по сравнению с Чехией. В Чехии теплее. Вот прям весно. Так что, все. Пойдем мы дальше заселяться, всеми делами заниматься. Встретимся с вами в следующем видео. Спасибо, что были сегодня с нами. И всем пока-пока. 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 Вот такой внешний вид нашего отеля. Сейчас солнышко зашло. Как-то пасмурно стало сразу. Общага. Ну да, ты ли это переборщила? Общага имеется в виду. Не знаю, сколько тут этажей. Но мы на седьмом. Ну да, значит восемь. Пойдем. Пойдем. С 들어�erg… Пойдем. Пойдем.